Вспыхнул как сток сенов. Пригородном Чупино сгорел дом, в котором жила 90-летняя бабушка. Аварийные дни. Пять человек пострадали выходные в ДТП. Торжество любви в Березняках впервые отметили христианский праздник в честь православных покровителей семьи Петра и Феву. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Начну выпуск с пожара, который случился сегодня днем. В пригородном Чупино сгорел дом, в котором жила 90-летняя бабушка. От массового пожарища деревня спаслась, как говорится, по воле ветра. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов и наша съемочная группа. Густой дым на деревне Чупино был заметен еще с Соликамского тракта. Начинающийся пожар увидели соседи, и некоторые даже пытались тушить разгорающееся пламя самостоятельно. Но труд этот оказался бесполезным. По словам сельчан, засуха в системе водоснабжения у них длится уже не первый год. Так я кричу, кто-нибудь бы увидел, ё-моё, с огорода я боюсь, что у меня там баллон стоит. Оттуда ведет звено, в маленькой комнате. Шланг взяла, давления нет, брызгала, брызгала. Наша Таша, у нас колонка здесь когда работает, генерат, не знаешь? Дом разгорался на ветру, словно сухая солома. И благо ветер этот дул в сторону, противоположную от соседних строений. Даже стоящий рядом дровяник еще не успел вспыхнуть. Пожарную охрану позвонили очевидцы. По приезду, значит, открытое горение дома. Дом полностью был охвачен огнем. Подали столы на тушение и на защиту. Угроза зданием была соседней. Подали столы на защиту этих зданий. Локализация пожара заняла у огнеборцев около пяти минут. К этому времени дом успел полностью выгореть изнутри. Крыша и все перекрытия обвалились. Официальную причину возгорания будут выяснять специалисты. Однако у сельчан, да и у хозяина-погорельца уже есть своя версия. В доме проживала 90-летняя мать-владельца строения. На ее возрастную забывчивость он и сетует. Да утюг оставила. Чего бабушка, она всегда берет в глади. Газовым баллоном она не пользовалась. Ее микроволновка, она если что подогревает, газ в эту микроволновку показали. На два, на три единицы все она включает. А тут в маленькой комнате у нее там утюг, короче, резетка, все сделано. Ну, видать, оставила. Вышла, говорят, она на улице была. И загорела сразу маленькой комнатой оттуда. Частью на этот раз неосторожное обращение с электроприборами обошлось без человеческих жертв. Но дом, который простоял больше полувека и мог простоять еще столько же, уже не восстановить. Дмитрий Сидельцев, Сергей Александров. Новости на ТНТ. А в эти выходные в городе опять не обошлось без происшествий. Полицейские отмечают, зарегистрировано больше 200 сообщений граждан. Серьезные ЧП произошли на дороге. В воскресенье в полдень разбились автомобили Форд Транзит и Шкода Фабия. Шкода Фабия двигалась с прилегающей территории, не убедилась в безопасности маневра, не предоставила преимущества Форд Транзит, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло дороже транспортное происшествие. В результате ДТП пострадали 6 человек. Из них трое были госпитализированы в больницу. Остальным оказана разовая помощь. Среди пострадавших 9-летняя девочка, которая получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб колена. А также с многочисленными травмами доставлена в больницу и 80-летняя женщина. Еще одно ДТП с участием маршрутного транспорта произошло вчера в 10-м часу вечера. По улице Зырянская двигался водитель скутера. 18-летний парень на повороте не справился с управлением и столкнулся с автобусом «Богдан». В результате ДТП пострадал водитель скутера. Всего же за выходные дни произошло 32 ДТП, в пяти из них пострадали люди. По вине пьяного один случай. И еще новость о страшном ДТП пришла к нам из Удмуртии. Там, на трассе Елабуга-Перьмь, погибли трое березняковцев, которые возвращались с юга. На 335-м километре трассы Елабуга-Перьм ВАЗ-2114 столкнулся с фурой «Вольво». По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и допустил выезд машины на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. При ударе один пассажир, который сидел на заднем сиденье, вылетел через лобовое стекло и скончался на месте от полученных травм. После столкновения легковой автомобиль загорелся. В огне погибли водитель и женщина-пассажир. Обстоятельства ДТП уточняются. К другим темам. Северная часть города до конца недели останется без горячей воды. Отключение горячего водоснабжения пройдет в связи с гидравлическими испытаниями на магистральных тепловых сетях. Воды не будет с 14 по 18 июля в части города от улицы Пятилетки. Из-за опасности возникновения разлива в теплоносителе существует риск несчастных случаев на автомобильных дорогах, находящихся вблизи магистральных тепловых сетей. В связи с этим ТГК-9 рекомендует автовладельцам и водителям общественного транспорта избегать проезда через парящие лужи, а также уделять повышенное внимание при движении вблизи мест производства ремонтных работ. При обнаружении незакрытых колодцев, сильного парения или выхода воды на поверхность, проседании грунта или разрушения дорожного покрытия, березняковцам необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу города по телефону 112 и в березняковскую сетевую компанию по телефону 257842. Школьницу из Березнякова судили за телефонный терроризм. Суд приговорил 14-летнюю школьницу к реальному наказанию за ложное сообщение об акте терроризма. Эта информация появилась на сайте 59.рум. В марте текущего года по телефону неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ березняков. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел и другие оперативные службы. Здания, прилегающая территория были отцеплены. Из учебного заведения эвакуировали более 60 человек. Но при обследовании объекта взрывное устройство обнаружено не было. Сотрудники полиции ФСБ быстро установили личность телефонного хулигана. Им оказалась ученица соседней школы. На нее было возбуждено уголовное дело. Суд признал несовершеннолетнюю виновной и назначил наказание в виде 160 часов исправительных работ. День семьи, любви и верности в Березняках в этом году прошел не совсем обычным. В городском парке культуры и отдыха впервые отметили христианский праздник в честь православных покровителей семьи и любви Петра и Февронии. Сергей Калиник побывал на душевном мероприятии. В день семьи, любви и верности в память муровским святым. Вроде все знаем об общечеловеческих ценностях. Семья, любовь, верность. Но, к сожалению, в последнее время значимость этих понятий заметно упала. Как раз для возрождения семейных ценностей впервые в Березняках было решено провести такой праздник. 8 июля россияне отмечают красивый праздник, День семьи, любви и верности. Его еще называют Днем Петра и Февронии. Празднование Дня семьи, любви и верности началось с поздравления семей. Первыми на сцену вышли Дмитрий и Софья Шляковы. Они вступили в брак буквально на днях, в День Петра и Февронии, 8 июля. Дмитрий и Софья познакомились с компанией друзей почти пять лет назад. И уже тогда поняли, что друг без друга жить не могут. 14 февраля, в День всех влюбленных, Дмитрий сделал предложение своей любимой. Уже довольно-таки давно вместе, и уже ожидала я этого предложения, ждала. И вот дождалась. Не было сюрприза. Ну, как бы особо не очень такой был сюрприз уже. Готовилась к этому. Очень приятно, что такой праздник отмечают, что не забывают про него и приглашают молодожен. А следующими поздравили семью Вагины. Анатолия Яковлевича и Валентину Степановну, которые нынче отмечают золотую свадьбу. Валентина Степановна всю жизнь проработала педагогом. Анатолий Яковлевич был машинистом комбайна. Сегодня они воспитывают двух замечательных внуков, которые уже получают высшее образование. За 50 лет совместной жизни бывало всякое. Но, как говорится, в горе и в радости всегда вместе. Стыли, конечно. Но это все прошло. Много было интересного. Трудности были. Приятные были моменты. Чтобы были вы вместе вечно. За скучнищество попросите. И дарите ромашки любимым. Настоятель Никольского храма, священник Сергий, говорит о том, что такие праздники просто необходимы. Особенно сейчас. Ведь с семьи начинается общество. Начало самого общества. Начало государственной. Вообще с самого государственности начало. И вообще в семье образуется вот именно та самая любовь, которую нас заповедовал сам Господь. Ведь когда мужчина и женщина любят друг друга, они это совершают совершенно беззаветно. Хочется верить, что такой добрый праздник будет проходить в Березняках ежегодно. И может быть, именно вашу семью пригласят на сцену в следующий раз. Сергей Коленик, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Солнечный круг в семейном ресторане Каса Мея прошел необычный праздник пиццы. Все гости ресторана в подарок получили итальянское угощение. Кроме этого, посетители наслаждались живой музыкой и участвовали в конкурсах. Самую вкусную пиццу попробовала Евгения Кокшарова. Какой же праздник без музыки, а праздник пиццы непременно должен проходить под итальянскую классику. Каждый посетитель получает в подарок мини-пиццу Маргарита – сыр, помидор и базилик. Ее ингредиенты напоминают цвета итальянского флага. Праздник пиццы проводится каждый год наряду с другими праздниками национальных кухонь – семейного ресторана Каса Мея. Например, Навруз или День пасты. И все для того, чтобы дарить гостям ресторана счастье. Но сегодня речь только о любимой миллионами аппетитной лепешке. Для того, чтобы порадовать наших гостей праздником Италии, а также угостить наших гостей нашей вкусной пиццей. Мы хотим сделать гостям приятнее, мы хотим их порадовать. Поэтому в нашу пиццу идут только свежие ингредиенты. Очень вкусная пицца. У нас очень профессиональные повара, поэтому всегда хвалят нашу пиццу. Поэтому приходите к нам в ресторан, кушайте нашу пиццу. И посетители в этот день получили как гастрономическое, так и эстетическое удовольствие. Сюрприз неожиданно для нас сегодня. Это было неожиданно, да, вкусно очень. Мы до этого ели, к нам еще принесли и очень понравилось. Сегодня крайне уютно, сегодня крайне весело. Замечательная обстановка, замечательная атмосфера. Мы встречаемся одноклассниками. У нас вечер встречи, замечательный праздник пиццы. Кроме того, гостей ресторана ждали веселые конкурсы. Любители пиццы спорили, похожи ли русские на итальянцев. Составляли из подручных предметов итальянский флаг и узнавали интересные факты о вкуснейшей лепешке из теплой и удивительной страны. Итальянская пицца не только вкусная, но и полезное кушание. Ученые доказали, что употребление пиццы снижает риск инфарктов. А вечер в таком прекрасном месте благотворно влияет на настроение. Этот факт проверили все без исключения посетители ресторана Казамия. Ммм, пальчики оближешь. Казамия – ресторан семейный. Вот маленькие почитатели пиццы на бумаге рисуют свое любимое блюдо. И уже с малых лет знают, из чего должно состоять вкусное лакомство. С помидорами, с колбасой, с сыром, с томатом. А ты какой рисуешь? Маэста. За свое творчество малыши получили аппетитные призы и изысканный подарок от юных танцовщиц балета. Немало сюрпризов ожидало и взрослых. Посетители выиграли подарочные сертификаты от ресторана Казамия, чтобы снова и снова наслаждаться великолепной кухней семейного ресторана. А на праздники пиццы почувствовали себя ближе к солнечной Италии. Евгения Кокшарова и Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Березняки без наркотиков. Поддержать спортивный дух березняковцев приехал Денис Устеменко-Вайнштейн. Или, проще говоря, всем известный рэпер Джиган. К вечеру субботу горожане заполнили всю площадь Дворца культуры Металлургов. Екатерина Федорова не затерялась в толпе и записала интервью с известным хип-хоп-исполнителем. На часах ровно 9 вечера березняковцы в ожидании главного гостя сегодняшнего мероприятия. Певца Джигана. Как только вышел на сцену известный молодой хип-хоп-исполнитель, березняковская публика буквально взорвалась громкими овациями. Секрет популярности Джигана в том, что он с поклонниками, как говорится, на одной волне. Мероприятие проходило под лозунгом «Березники против наркотиков». Организаторы, а это молодые предприниматели города, уверены, с наркоторговлей надо бороться всем миром. И как пояснил Роман, представитель региональной организации «Молодые предприниматели Пермского края», Джиган – это идеальный кандидат для такого мероприятия. У нас проходит совещание, то есть мы сидим, обсуждаем это все дело. Непосредственно, потому что Джиган направлено на публику, то есть на молодежь, непосредственно на школьников. Вот как бы от этого в основном и отталкивались. Ключом вечера стала песня «Надо подкачаться». Ее смысл косвенно перекликается с темой мероприятия «За здоровый образ жизни». Как раз под эту композицию молодой рэп-исполнитель вышел к публике, чтобы раздать диски со своими песнями. Березняковцы были потрясены. Джиган так близко к зрителям. Одна из фанаток бросилась целовать певца. Как рассказал Джиган, нашей съемочной группе в эксклюзивном интервью. Он был немного шокирован неожиданным поступком фанатки. На самом деле я испугался, потому что там молочка, маленький ребенок был, чуть не раздавили ее. Ну, ничего. После выступления певца березняковцы не упустили возможности сделать фото со знаменитостью. А Джиган был совсем и не против. Девочка, я певцов. А так приятно, что он остановился специально сфотографироваться. Очень приятно. Мало сейчас кто так делает. Рэп-исполнитель также рассказал нам, что в Березняках не в первый раз. И публика его встречает всегда тепло и с особым настроением. Я здесь уже третий раз и сегодня в открытом, можно сказать, таком пространстве. Потому что обычно я выступал в ночном клубе. Очень классно, реально. Молодцы. Я всегда приезжаю в этот город и удивляюсь, насколько люди здесь тепло встречают. На правду. Организаторы отметили. И дальше будут делать упор на борьбу с наркоторговлей в нашем городе. Пока не будем рассказывать обо всех их идеях. К слову, березняковцы, как обычно, не отличились чистотой и порядком. Бутылки, пакеты после концерта украсили площадь Дворца культуры Металлургов. А были рады встрече с Джиганом. Екатерина Федорова и Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И мы по-прежнему делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычные события или происшествия, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы всегда ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Прогноз погоды представляет Климат-маркет технологии климата. Только в июле вы можете купить кондиционер со скидкой до 50% и скидку выбирать вам. Технологии климата. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету Агроснаб. Прогноз погоды представляет компания Агрострой. Березники. Советский проспект 6. Соликамск. Энергетиков 36. Спонсор погоды компания-производитель металлопластиковых конструкций «Элитастрой». Полный цикл производства означает полную ответственность за конечный результат. Компания «Элитастрой». Улица Ломоносова, 98. Телефон 23 99 50. Во вторник наш регион окажется во власти антициклона. Медленно наступая с запада, он вытеснит из нашего региона дождевые облака и будет способствовать повышению температуры. 15 июля в Перми переменная облачность без осадков, плюс 23 25 градусов. В Александровске плюс 21 23 переменная облачность, возможно небольшие дожди. В Губахе также плюс 21 23 переменная облачность, но без осадков. В Кизеле переменная облачность без осадков, плюс 22, плюс 24 градуса. В Соликамске облачно с прояснениями, возможно небольшой дождь и плюс 20, плюс 22. В Березниках 15 июля переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 12 14, днем 21 23 тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Во вторник солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена центром ФОБОС. В июле на все кондиционеры скидку выбираешь сам. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Металл, металл, кругом металл. Компания Агрострой предлагает металлопрокат и профнастил по самым низким ценам. Березники. Советский проспект 6. Завикамск. Энергетиков 36. Элитастрой. От социальных окон до любого вашего каприза. Окна, балконы, двери. Установка, ремонт и обслуживание. Собственное производство в Березниках. Наш адрес. Ломоносова, 98 напротив торгового дома Ермак. Телефон 23 99 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова